Приветствую вас! Мне больше импонирует ответ моего коллеги, который вам довольно правильно ответил на вопрос. Но, я думаю, что мне нужно дать вам другой ответ, потому что все-таки не для того, чтобы дублированные ответы слушать, вы всегда пришли, вот. Поэтому давайте мы с вами скажем так, значит, Д. Б. почувствовала себя неполноценной рядом с вами. Причем, что интересно, она чувствовала себя такой, до того, как вы стали дружить с ними, с ними. То есть и с Ю, и с Д. Очевидно, что вы сейчас, на данный момент, вы уже как бы сепарируетесь немного от Д. То есть, что значит, сепарируетесь, то есть вы говорите, что мы, вы говорите слово мы, да? И вероятнее всего, что Д это чувствует. Д чувствует, что вы сепарируетесь от нее, и ей это не нравится. Она боится потерять вас, она боится потерять вас, обеих, возможно. И из-за этого, значит, у нее защитная реакция имеет место быть, вот, которая, как бы, призвана защитить ее. То есть она защищает свою самодостаточность, она защищает свою ценность, она защищает себя. Вот. И это, в принципе, нужно понимать, что она защищает себя. Вот. Значит, далее вы говорите о том, что, значит, Д всячески скрывает от Ю то, что она с вами взаимодействует, что она с вами гуляет, да, и так далее. То есть она перестала доверять Ю. Почему? Ну, так, по-видимому, по-видимому, значит, она стала чувствовать себя хуже на фоне на фоне Ю. И именно по этой причине она перестала доверять Ю. И, скорее всего, ей очень не понравилось, как Ю общается с вами. То есть она стала ревновать Ю к вас, а вас к Ю. И, поскольку, видимо, Ю более самодостаточная, чем вы для нее, то есть более неприступная, да, я бы так сказал, более неприступная, то, соответственно, ей проще с вами сепарироваться, чем с ней против вас. Ну, вы, вероятно, ей кажетесь все более мягкой. Вот так вот, я думаю. Ну, в принципе, это вполне нормально. В принципе, это вполне нормально, если говорить о ее выборе. далее вы пишите, что вы пообещали поговорить с ними обеих. На самом деле, на самом деле, разговаривать с ними обеими не о чем. По сути. почему? Потому что у Ю проблем нет. Ю что утраивает? Не утраивает, скорее, Д. И поэтому вам нужно поговорить в первую очередь с Д. Почему она так себя ведет узнать в чем она сомневается? О чем она переживает? Что заставляет ее так вести себя? Вот. Это такой очень важный момент. То есть нужно понимать, что именно Ю УЮ все в порядке. У Ю нет проблем никаких. А вот у Д у Д проблемы есть. И соответственно разговаривать нужно с тем, у кого проблемы. А тем, у кого проблем нет, говорит, что ведь вы не понимаете, что и Ю и вы ведете себя ну как? Как вот вы себя ведете? Вы себя ведете адекватно. Правильно? Вы себя ведете естественно. Проблем у вас никаких нет. А д от этого страдает. То есть д воспринимает этот так, как будто ей намного оскорблением. Ну и соответственно именно с этим и нужно что-то решать. На мой взгляд. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. пожалуй, не могу не согласиться со своим коллегой в том, что если вы решили играть в психолога, если вы решили играть в психолога, то нужно отдавать себя счет в ответственности за это. То есть вы можете потерять обоих подруг. Обеих подруг вы можете потерять. Вот. Поэтому аккуратнее это делается, деликатно. Я думаю, что все-таки мы на втором поговорим именно с Д. Это важнее. Актуальнее для вас и для нее, кстати говоря, тоже. Вот. вот так. Вот так. Так. Я думаю, можно вам ответить. Значит, на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...